МАГАДАНСКАЯ ГОРОДСКОЙ ДУМА Магадан участвует в международном гастрофестивале «Кухня без границ». Фестивальные блюда представили в ресторане «Таксопарк». Губернатор Сергей Носов провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Магаданской области. На протяжении трех недель в регионе отмечается стабилизация уровня заболеваемости. Коэффициент распространения инфекции – один. Показатель тестирования один из самых высоких в стране – 678 на 100 тысяч населения. В связи с изменениями, введенными новым федеральным постановлением, срок лабораторных исследований на COVID-19 теперь не должен превышать 48 часов. Выписка пациентов к трудовой деятельности будет осуществляться при получении одного отрицательного теста, а не двух по прежним нормам. Также затронули вопрос о запасах медикаментов и средств индивидуальной защиты. По словам Сергея Носова, закупки с расчетом на будущее должны делать не только медики, но и аптеки. Я обращаю внимание, что не только медицинские работники должны быть обеспечены и средствами индивидуальной защиты, и лекарствами для лечения больных в стационарах, и даже в мабулаторном режиме. Но и аптеки, я сейчас говорю и про средства индивидуальной защиты, включая антисептические средства, понятно, маски всевозможные, а также лекарства, которые можно получать без рецепта, которые могут быть использованы для профилактики лечения легких форм, для, насколько я понимаю, коронавирусной инфекции, которая сегодня может быть приравнена к ОРВИ. По вопросам медицинского обслуживания и вопросам, связанными с COVID-19, для колымчан задействованы специализированные колл-центры Минздрава региона. Номер для связи 22-00-03 и правительство Магаданской области 22-22-44. Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства. Глава региона обсудил с кабинетом министров развития культуры, туризма и сельского хозяйства на территории Магаданской области. В рамках национального проекта «Культура» в регионе капитально отремонтируют пять учреждений культурно-досугого типа в Тинькинском, Ольском, Хасынском и Ягодинском городских округах. Четыре учреждения дополнительного образования оснастят учебными материалами и музыкальными инструментами. Пять модельных библиотек создадут в Тинькинском, Ольском, Ягодинском, городских округах и в областном центре. С министрами обсудили развитие туризма в Магаданской области. Сергей Носов подчеркнул, что Колыма имеет колоссальные возможности в развитии туризма и поручил взять этот вопрос министрам под контроль. «Почему-то, если хочется поехать отдохнуть или предлагать определенные виды отдыха, как открываешь там Камчатка, Камчатка и Камчатка, поехать куда-то в Магаданскую область никакой информации нету и не с точки зрения, что можно увидеть, посмотрите, как у нас тут красиво, вот фотография одна, вот фотография другая. «Остановиться где? Заказать у кого отдых, программу туристическую где? Негде. Поэтому здесь не только субсидирование, льготирование и так далее. Нам инфраструктура нужна туристическая. Я даю поручение серьезно, спокойно, без ажиотажа готовить». На заседании глава региона подписал постановление об утверждении государственной региональной программы развития сельского хозяйства Магаданской области. Документ касается текущего состояния сельского хозяйства и перспектив его развития до 2025 года. Программа нацелена на обеспечение продовольственной безопасности региона, импортозамещение и увеличение объемов производства мяса, свинины, птицы, крупного рогатого скота, молока, яиц, овощей, закрытого и открытого грунта, картофеля, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, ввод новых производственных мощностей в агропромышленном комплексе. В программу включено возмещение части прямых понесенных затрат на создание, модернизацию тепличных комплексов для производства овощей в защищенном грунте, а также затрат на создание, модернизацию овощехранилищ. Региональные власти планируют в том числе построить овощехранилища в Северо-Овенском городском округе, повысив продовольственную безопасность отдаленных и труднодоступных населенных пунктов Колымы. В Магаданской городской думе депутаты рассмотрели вопрос о распределении муниципального бюджета на 2021 год. На данный момент идет построение плана по доходам и расходам. Основные показатели равны предыдущему году и расходную часть в муниципальный бюджет на 2021 год сформировали в сумме 6 млрд 920 млн рублей. Доходная часть составила 6 млрд 910 млн рублей. Доходная часть бюджета на 2021 год сформирована в сумме 6 млрд 910 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления 4 млрд 45 млн рублей. Размер дотации соответствует объему средств, предусмотренных в бюджет муниципального образования города Магадан на 2021 год, законно-магаданской области 2452 ОЗ об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в актуальной редакции и составляет 1 млрд 232 млн рублей. То есть относительно 2020 года остается неизменным. Для формирования окончательных цифр депутатской комиссии необходимо дождаться информации о поступлении бюджета от областной администрации. На данный момент у депутатов стоит задача решить погашение кредиторской задолженности города. Депутаты городской думы озадачены большей кредиторской задолженностью около 1 млрд рублей. Поэтому депутаты городской думы нацеливают комитет по финансам мэрии города Магадана и управление по экономике бюджета города Магадана. Мы хотим внимательно рассмотреть будущий бюджет, найти пути решения по оптимизации его, чтобы мы планомерно сокращали нашу кредиторскую задолженность. В связи с новой коронавирусной инфекцией многие организации города работали в полсилы, а некоторые и вовсе временно прекращали свою деятельность. Но показатель доходов за 9 месяцев 2020 года не дал отрицательных цифр. Исходя из этого, распределение бюджетных средств на 2021 год по сравнению с 2020 значительно не изменилось. Душица, березовый лист и кедровый сланик. В областной библиотеке имени Пушкина Анатолий Бударин, знаток лечебных трав, провел лекцию о пользе растительного мира. Анатолий Сидорович родился в юрте оленевода очень болезненным ребенком. Рассказывает, что имел проблемы со слухом и страдал астмой. С возрастом начал изучать лекарственные травы. Мужчина задавался вопросом, что может ему помочь. Средство нашел, но на этом не остановился. По словам Анатолия Бударина, все лекарственные травы поднимают иммунитет. Особенно это актуально во время пандемии. Все лекарственные травы, они поднимают наш иммунитет. А вот сейчас, во время пандемии, все ходят, может быть, он не болеет, но на него давит. Вот эта атмосфера, он уже, есть некоторые люди совершенно напуганы. А вот лекарственные травы, как раз-то они поднимают иммунитет. Травы действуют, уверяет специалист. Например, багульник помогает при баронхите. А дуванчик – при желудочных болях, а ромашка является противовоспалительным и успокоительным средством. Анатолий Бударин планирует еще провести лекции в Магадане. Однако о времени пока не говорит. Все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Колыма впервые участвует в Международном гастрофестивале «Кухня без границ». Конкурс проходит с 4 по 25 ноября при поддержке Общенационального союза индустрии гостеприимства. Участие Магаданской области инициировало агентство по туризму. Фестивальные блюда представили в ресторане «Таксопарк». Яства создавали из местных продуктов – свеклы, жимолости, строганины, креветки и других. В основном все блюда направлены на местные продукты, готовятся из местных продуктов. Это делается специально для того, чтобы каждый регион мог показать, что он может предложить туристу сегодня. То есть, что ты можешь попробовать, приехав к нам сюда, именно на основе местной локальной кухни. Тема ужина – прием генерального секретаря на Колыме или как кормили первых лиц СССР. По словам сотрудников «Таксопарка», поучаствовать они решили для популяризации Магаданской области. Регион перспективный для туристской сферы, заверяют специалисты. А участие в международном фестивале отлично подходит для того, чтобы это показать. Очень верим в то, что туристы могут приезжать сюда, могут получать удовольствие, получать эмоции, получать впечатления. И Магадан очень перспективный в этом направлении город. А наше заведение может презентовать и презентовало сегодня все локальные продукты, ингредиенты, которые мы используем в своей кухне и которые будут интересны для гостей. Хоть это был и первый опыт, мероприятие прошло на хорошем уровне, уверяют организаторы. Члены жюри остались довольны. Вопрос, который возникал у судей к поварам на протяжении вечера, был «Как вы придумываете такие рецепты?». Итоги фестиваля и награждение победителей всех номинаций пройдет 25 ноября в Хабаровске. Кроме того, 21 и 22 ноября таксопарк планирует провести мастер-классы по приготовлению напитков и хит-гали. Записаться можно по телефону 66 66 65. Места ограничены. Университеты России в диалоге со временем. Название третьей всероссийской научно-практической конференции, в которой поучаствовал крупнейший вуз региона. Сотрудники Северо-Восточного государственного университета рассказали, какое научное знание добыто за последнее время и где его можно применить. Заседание провели в режиме видеоконференции. Приурочили его к юбилею СВГУ. По словам специалистов, такая конференция помогает в обмене опытом и установлению новых контактов. Это путь к научной коллаборации, установлению новых контактов между участниками научного процесса. Нам есть о чем рассказать, коллегам есть о чем обменяться. И эти достижения, наверное, будут на практике применимы. В конференции работали 9 залов. Деканы, преподаватели кафедр и студенты выступали со своими докладами. Обсудили миссии и задачи современного университета, опыт работы над грантовыми проектами, а также переход на дистанционное обучение в связи с пандемией. Будет освещено, каким образом кафедры института ответили на вызовы современности, такие как новая коронавирусная инфекция, пандемия, которая ограничила наши возможности по общению с обучающимися. Но благодаря тому, что мы все-таки работаем в Институте цифровых технологий и экономики, все преподаватели нашего института создали свои курсы в дистанционной системе обучения. Конференция проходила на протяжении всего дня. С докладами выступили не только представители Северо-Восточного государственного университета, но и сотрудники других вузов России. По словам организаторов, полученные знания найдут свое применение в практической деятельности. Северо-Восточного государственного университета